Здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши прямые эфиры. Сегодня у нас в студии очень интересный человек, это философ Михаил Минаков. Он, к сожалению, бывает у нас редко в студии. Это тот редкий случай, когда мы наконец-то заполучили его к нам в гости. Спасибо за приглашение, здравствуйте. Ну, Михаил, две книги я вот сейчас попрошу, во-первых, я вас очень поздравляю, потому что книга это такой, наверное, как веха в жизни, этап какой-то, как ребенок, наверное. Да, как ребенок, хотя ребенок, наверное, приносит больше забот, чем книга. Ну, я хочу показать, первая книга, давайте вы будете сразу о ней говорить, Михаил. Да, первая книга, которая вышла у нас под совместным редакторством Якова Рабкина и меня, это книга о демодернизации, о глобальном эффекте демодернизации. Яков выступал у вас, кстати, я видел на стене почетных гостей канала, как раз Яков выступал какое-то время назад. И здесь группа историков, социологов, философов описывает, как происходит регресс в наших обществах. И само понятие демодернизации спорное. Это новая концепция, где-то с 80-х годов во Франции возникает, затем вот Канада, постсоветское пространство. Здесь тоже есть спор внутренний. Яков, как один из таких историков, показывает, что есть регресс, откат от прогресса, от достижений, которые были в 80-е, в 90-е годы. Имеется в виду только Европа, извините, на какие страны распространяются исследования по всему миру. 17 авторов из 16 стран мира. Но когда мы смотрим на то, что происходит с модернизацией в каждом из отдельных обществ, мы видим, что бывают периоды рывка и периоды угасания и возврата к предыдущим этапам модернизации. Не во всех, но во многих. И вот в этой книге есть, ну мой анализ касается, скажем, постсоветских стран, в первую очередь Украины, России и Беларуси. Я смотрю, как попытка начала 90-х, это дерзкая попытка создать национальные государства, демократии и рыночной экономики, приводит к обратному эффекту. Когда и вроде бы не совсем рынок возник, и государства какие-то очень странные политические системы, и демократия так и не установилась. Мы видим вот эти попытки революционные 91-го года, в Украине она повторяется несколько раз, в пятом, в четырнадцатом году, и всякий раз она вместо обещанного приводит к чему-то другому. Это как раз уже во второй книге будет этому больше посвящено. Вот давайте сразу представим вторую книгу, и потом начнем очень серьезно по всем этим пунктам пройдемся. Вот и вторая книга. Развитие и дистопия. Вот что такое дистопия? Ну, в данном случае у дистопии несколько определений. Для меня это имеет значение, в принципе, как термин, обозначающий общество, социальную систему, политическую систему, которые могут пережить любые импульсы, внутренние или внешние, и при этом не измениться. И вот Украина, постсоветское пространство вообще, это пространство, в котором много разных импульсов, особенно революционных, которые не приводят к прогрессу. Да, оно как будто замирает цикл, переживаем от рывка революционного к консервативной революции, затем замиранию и новому рывку. Так вот и здесь это вращение по кольцу, зацикленное, которое не приводит к качественному изменению ни в социуме, ни в политической системе, ни в экономической. Вопрос, как долго можно существовать в таком виде, но вот описание постсоветских реальностей, глядя из Киева, для меня киевский опыт, украинский опыт, наверное, является фундаментальным для анализа того, что происходит в постсоветском пространстве. И здесь мы видим тогда разные политические культуры, которые возникают на этом пространстве и их общие черты. Михаил, давайте углубимся по-настоящему, о чем вы сейчас говорите, потому что действительно это интересно, потому что очень часто мы все задаем себе один и тот же вопрос. Почему у нас столько хороших начинаний и так мало каких-то эффективных продолжений, если так по-простому-то? Грубо говоря, в начало 90-х это революции, необычайно революционный момент, когда попытки революционные проходят в приватной и публичной сфере. Это эффект посттоталитарный. В тоталитарном обществе разница между публичным и приватным исчезает, становится слишком много публичного, так что даже семья, бизнес и религиозная жизнь, то, что апропо является приватным, становится частью большой политической системы, социальной системы. И вот перестройка и ранние годы независимости — это время, когда возникает национальное государство, первые демократические институты, выборы, парламент, возникает президенциализм постсоветский, и в то же время бизнес, сексуальная революция, изменение семейной жизни, много новых опытов и, естественно, криминальная революция. И вот это одновременное переживание такой массы изменений заставляет население довольно в короткий срок испугаться, отреагировать и начинать искать такие новые институты, новые способы самосохранения, как спрятаться. Это вот во всех постсоветских странах одинаковые процессы начинаются, да? Действительно. Даже те, кто присоединился к Европейскому Союзу, они во многом сейчас переживают этот сильный консервативный тренд, связан он отчасти с тем, что и демографически молодежь активно уезжает. Это страны Прибалтики, то, что раньше называлось Балтией сегодняшней, которые уменьшаются чуть ли не на четверть, уменьшились на данный момент. И консервативный поворот в двух из трех стран там очевиден, и либеральный поворот. Только Эстония остается вот таким либеральным островком на большом постсоветском пространстве. В Средней Азии рефеодализация, ретроэболизация, она заметна. Далее вот возник этот пояс авторитарный между Москвой и Анкарой. И во всем этом пространстве есть три нарушителя спокойствия, Украина, Грузия и Молдова, которые по подсчетам, скажем, Freedom House, Дома Свободы, колеблятся между формами несвободы и свободы. Постоянные колебатели, неспровергатели устоявшихся авторитарных систем. Но и либеральный поворот у нас здесь тоже произошел. И вот это главенство несвободных, не ориентированных на свободу политических практик происходит что у нас, что в Польше, что в Венгрии. Я пытаюсь это увидеть, я пытаюсь это описать. В моей книге я совмещаю два подхода, рассмотрение постсоветского пространства и украинского опыта, который предсказывает развитие для всего постсоветского пространства, и европейские. Европейские студии, посмотреть на то, что Украина это европейская страна. А пропу. И процессы, которые у нас, особенно с 2014 года здесь происходят, влияют на всю европейскую структуру безопасности, государственного строительства, национального строительства, политической культуры вообще. Ну давайте теперь во всем подробно разбираться. Это же все интересно. Почему процессы, которые происходят в Украине после 2014 года, влияют на всю безопасность? Прежде всего, сам Евромайдан является не только украинским событием, но это событие для политики России, Беларуси, сети сепаратистских государств или политий, и для Восточной Европы. В 2014 году происходит изменение границ в Европе, аннексия Крыма, сильное сепаратистское движение, сецессионизм в Восточном Донбассе. Так что та старая сеть непризнанных государств, четыре на тот момент до Донбасса, это Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье, увеличивается, во-первых, на две новых единицы, и население до 2014 года непризнанных республик, это миллион человек, а на сегодня это больше четырех миллионов человек. Это четыре миллиона европейцев, которые в Восточной Европе живут в непризнанных этих структурах. Влияние и того, и того, изменение границы и возникновение нового рывка сепаратизма, оно влияет и на Западную Европу. В Западной Европе можно смотреть прямо вот как проникают эти сети сепаратистские в Испанию, в Италию, они в Англии, в Британии заметны. Ультраправые или сепаратисты западные принимают участие в конфликте у нас, они получают боевой опыт, что по-своему заставляет все национальные государства Европы реагировать на ситуацию. Если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, на Балканах, то тоже очень много перехлёста, контактов было с сепаратистскими движениями постсоветскими. И вот сегодня возникла ситуация на Балканах, мягкая под брюшье Европы, ЕС, где могут произойти новые драматические события. Конфликт между Косово и Сербией, то, что происходит вокруг Македонии. Вот эти два политических события и возможные потрясения в Боснии и Герцеговине, они заставляют Европу сейчас дискутировать, объединённую Европу. Меркель, Берлин отстаивают идею неприкосновенности границ. И это крайне важная идея, структурирующая идея для политического пространства объединённой Европы. И есть те, кто готов пойти на пересмотр границ на Балканах. Кто это? По большому счёту, есть определённые опасения, что это был разговор между Вашингтоном и Москвой об изменении границ в Косово и Сербии. И в Евросоюзе раздаются голоса в поддержку решения вопроса, когда часть Косово отойдёт Сербии, часть сербской, небольшая долина, перейдёт Косово, и возникнет взаимопризнание двух государств соседних. Это откроет будущее для Сербии, например, в Евросоюз. Это же снизит напряжение, как ожидают те, кто поддерживает эту идею, снизит напряжение между двумя странами, между Косово и Сербией. Но в чём мудрость принципа неприкосновенности границ? Он заставляет как макрополитических, так национальных и субнациональных игроков следовать определённым правилам. Граница никогда не бывает несправедливой, неэтнически соотнесённой. Это всегда определённый политический государственный институт. Его нужно принимать как существующее, как нечто важное, как данность. И уже внутреннюю жизнь национальных сообществ выстраивать на принципах верховенства права. За счёт этого большая Европа смогла объединиться. Когда начинается пересмотр границ, возникают не универсальные, не европейские принципы ведения политики. Тогда это этнический будет принцип, или ещё какой-нибудь языковой, конфессиональный, но только не верховенство права. То есть тогда мы возвращаемся скорее к консервативному. Совершенно верно. И эта идея, национал-консервативный поворот, который в Восточной Европе сейчас происходит, он подрывает безопасность Европы даже изнутри. Вот наш, назовём его диалог, венгеро-украинский, это вообще-то такой важный звонок, симптом того, как в Евросоюзе, чья страна член Евросоюза, не совсем признаёт границу существующую между нашими двумя странами. Это симптом и того, как происходит национальное строительство сегодня в Украине, когда какая-то этническая группа чувствует себя ущемлённой и маргинализированной. Вот сразу мы можем увидеть на этом примере, как консервативная политика приводит к новому стрессу для государственных образований, существующих, признанных государств в Европе. Вот, Михаил, демодернизация, это вот переход к консервативной политике или нет? Не обязательно. Консерваторы — это вполне уважаемая, важная часть любой политической системы, вместе с социалистами, либералами. Когда идёт борьба между этими тремя большими силами, каждый из сообществ имеет как минимум три больших альтернативных повестки дня. То, что связано с модернизацией, это гораздо более глубоко. Это в политической системе, в экономической, в культуре в целом откат к прошлым этапам модернов. Модерность у истории своя длинная история. Для Восточной Европы это первый модернный проект, это Речь Посполитая, попытка поляков создать свою айкумену в Восточной Европе, колониальный проект в Украине. Это Турция со своим проектом, и Швеция, и Москва. Побеждает Российская империя, которая объединяет Восточную Европу надолго. И этот путь модернизационный, специфический модерн, он проходит до 1917 года, грубо говоря. Когда возникает возможность разделения Европы по национальным государствам, часть из них такие существуют, это Балтика, Польша, Финляндия. Но большинство из политических проектов 1917, 1918, 1919 годов, они закрываются, скукоживаются, и наступает эпоха советского модерна. И там мы уже замечаем определенный цикл. Модерный рывок, большевистский рывок, сталинское затухание, этот гиперконсерватизм сталинский с его тоталитарным проектом. Потом после Сталина еще Советский Союз проходит один цикл, который приводит к самораспаду Союза. И страны, вот на месте этого большого советского общества возникает 15 признанных и еще 4 непризнанных постсоветского общества. И они по-своему пытаются оформить этот мир, по-своему модернизироваться, стать частью современности и по-своему ее придают. И вот эти циклы меня как раз интересуют, я их пытаюсь описать, дать язык. И демодернизация для меня — это этап такого цикла. Рывок, затухание, откат. Для Якова Рапкина это наоборот, это тенденция более глобальная, отказ от рациональности, отказ от справедливости социальной, и переход к более архаичным структурам. Для Украины это сейчас тоже заметно. Есть часть ученых, которые вместе с нами писали эту книгу, которые смотрят на внешние причины, на санкции или военные вмешательства в ту или иную страну, которая подрывает модернизацию. Это Ирак. Ирак на момент вмешательства Запада в его дела — это секулярное общество. Это не свободное, но секулярное общество, которое движется, прогрессирует в определенном смысле, по крайней мере, культурно-социально-экономически. То же самое с Сирией. Но вмешательство даже с хорошими, благими намерениями привело к тому, что сегодня это племенные государства или территории, разбитые на племенные какие-то структуры, где возникают дистопические, всякие очень странные, антиутопические, если хотите, проекты, как ИГИЛ. Это вспышка совершенно непонятного для современности проекта на месте общества, которое пережило шок демодернизации, вернулось, переизобрело себя как племенное, как религиозное, конфессиональное. И вот на нем вырос такой странный временный проект. Да, сейчас вроде бы ИГИЛ исчезает с повестки дня, но вот это племенные государства, новые племенные территории, новые племена будут задавать тонн весь 21 век для этого региона. У нас пока что этого не происходит, но война как эффект, как источник демодернизации влияет на украинское общество очень сильно. Ну, вот вы сказали, что переход к архаическим структурам очевиден сейчас в Украине, вот так просто заметили. Что вы имеете в виду? Ну, архаизация... Да, о чем архаизация? Я бы тут обратил внимание на то, как наше общество начинает фрагментироваться по таким признакам, как язык, конфессия, религиозный. Если 2014 год мы можем рассматривать как попытка либерального переустройства Украины и создание такой инфраструктуры, которая введет Украину в Европейский Союз в будущем, Евроассоциация, то то, что происходит потом, установление идеологической монополии вот этой под названием декоммунизации, это новые конфессиональные политики, новые языковые законопроекты, которые возникают, и показывают, как потихоньку фрагментация в обществе происходит вот по очень консервативным принципам. Когда приезжаешь вот в малые города Украины, в село, в сельскую местность, ты замечаешь, насколько жизнь вернулась к религиозной проблеме, как бы общество окукливается, люди пытаются найти малые старые формы, в которых можно легко и пережить тяжелые времена. И на индивидуальном уровне это можно понять, но когда смотришь, какую динамику это задает для общества в целом, то видишь, что разрывы внутри общества очень большие, это позволяет политикам манипулировать тогда и создавать, конструировать управляемый хаос, кризисы для себя в своих интересах. Но для того, чтобы вернуться к европейской повестке дня, Украине нужно возвращаться к либеральной повестке, возвращаться к вопросу верховенства, права, отстраивать добропорядочную политику, экономику. То, что мы часто называем негативным термином, антикоррупционная деятельность, это и есть установление добропорядочных порядков. Объясните, пожалуйста, почему все-таки Украина, начиная, хорошо стартуя, через какой-то определенный период времени, у нас происходят революции, мы готовы жертвовать жизнью ради свободы, то, чего в Европе вообще они не понимают, они не понимают, почему тогда во время Вайдана кто-то готов был умирать, они думали, что это за Европейский Союз, но на самом деле украинцы что-то другое тогда умирали, правда ведь? И почему тогда вот эта дистопия, о которой вы говорите, она тоже Украину накрывает? Почему это происходит? И вот я сейчас, может быть, задам чуть дольше вопрос, но очень хочу, чтобы вы сейчас нам ответили, как философ, для простых украинцев, которые вас смотрят, вот где мы сейчас, исходя из тех концепций, которые вы анализируете в двух этих книгах, где мы сейчас, и чего нам ждать, я не знаю, ближайшие полгода, потому что политические перетрубации, они же ближайшие, даже год, будут очень сильными, и влияют ли вот эти политические перетрубации на то, где сейчас находится Украина, где она будет, или это объективные какие-то процессы, скажем, связанные с общеевропейскими трендами какими-то, или трендами на постсоветском пространстве, вот это очень важно для нас понимать, как вот вы, как философ, видите все это, проанализировал огромное количество материалов. Мне кажется, если вернуться к началу вашего вопроса, то Европа — это тот проект, туда общий Европейский Союз, это тот проект, ради которого нужно жить и не умирать, это проект мира, вечного в идеале мира, это идея, которая была заложена еще в просветительстве, какое должно быть политическое устройство у государств, народов для того, чтобы больше не воевать. И вот Европейский Союз — это ответ. Четыре типа свободы, объединения, и совершенно, вот почему Европа не понимает, зачем было умирать за Европу в Украине, она отвечает на том, что за нас нужно жить, быть европейцем — это значит поддерживать жизнь. У нас внутренний этот наш конфликт, и теперь конфликт внешний со страной-агрессором, это все конфликт, который к Европе имеет довольно мало отношения. Военная повестка дня на нас не вводит в Европу, а скорее даже отталкивает. И вот мы находимся в пятом году военных действий в Украине, пять лет влияния этого токсического источника для политической, гражданской жизни. Но нам не удалось остановить войну, не удалось реинтегрировать пока территории потерянные. И вот эта боль, эта травма, она будет влиять и в 2018-2019 году на повестку дня политических выборов и того, что будет находиться за ними. Мы сейчас, если вспомнить речь президента, он говорил там о реванше только одной силе, а консервативная политика, которая установилась в Украине, это реваншисты разных групп. Кто-то реванш за 300 лет хочет сделать, кто-то за 5 лет. Но вот эти разные реванши, они сталкиваются и будут сталкивать избирателей в этой повестке дня. Вместо того, чтобы возвращаться, как вернуть гражданские свободы людям, как сделать самоуправление сильным и эффективным, как сделать центральную политику прозрачной и подотчетной, как сделать правительство эффективным и некоррумпированным, вот эти вопросы будут отходить на второй план. Сейчас это уже очевидно. Даже само слово антикоррупция уже в Украине приобрело такой раздражающий эффект. Слово без дна, бездонное. Туда можно вкладывать что угодно уже сегодня. Чем политики, особенно популисты, пользуются. А если вернуться и вспомнить, о чем речь, когда мы говорим о коррупции, мы пытаемся построить эффективную политическую, публичную власть, которая не будет зависеть от приватных игроков, а будет работать на своих граждан. Республика Апропо. Вот эта республика не удается ее никак построить. Каждый раз Украина чемпион попыток, мы трижды это пытаемся, 91-й, 2005-й, 2014-й, всякий раз приватные игроки, вот эти кланы, снова термин журналистского жаргона, но клан — это политическая семья, где все личное. Есть родительские фигуры, есть зависимые фигуры, поменьше, дети, внуки и так далее. Вот эти кланы выигрывают, и после каждой революции, если вы изучаете, как клановые структуры развиваются, они становятся умнее, сильнее. Если наши партийные структуры всякий раз гибнут, снова становятся лидерского типа, партиями или популистскими, но сама организация очень слабая, то кланы развиваются и усиливаются с каждой революцией. Они становятся умнее, они вовлекают гражданские организации, теперь они не только СМИ, но и контролируют большие государственные предприятия. И так или иначе, кланы выглядят, неформальные организации, более умными, более сильными. И я предполагаю, что в 2018-2019 году они будут пытаться еще более ослабить антикоррупционные органы, которые уже созданы, дискредитировать их. И сделать свой собственный реванш. Реванш, который не относится напрямую ни к Януковичу, ни к нынешним правителям. Это реванш в интересах кланов. А вот влияние, если хотите, западного мира, влияние России во всей этой ситуации? Потому что, во-первых, по кланам. Помните, после каждой революции нам казалось, что кланы, олигархи, они вот-вот, и они сходят на нет. Они становились беднее, они там опасались, они покидали страну. И разные же были истории. Совершенно верно. Так что, почему? Почему снова? Что у них источник? Деньги, что власть? Что их возрождает? Их возрождает личная преданность. Они более безопасный способ существования для политиков и для экономических игроков. Вот доверие на личном уровне в Украине есть, а на уровне принципов проваливается. Но это не только Украина, это постсоветское пространство в целом, а теперь еще и посткоммунистическое похоже. Это уже болезнь, которая распространяется дальше. Если мы посмотрим на Венгрию, то это политика недоверия, Польша — это политика недоверия. Сейчас ряд таких заметных интеллектуальных фигур из Польши уехало, эмигрировали на Запад. Вот под влиянием такой консервативности, которая устанавливается не только в публичном секторе этих стран, но и в университетах. Вот это интересный процесс, когда даже страны-члены ЕС не могут обеспечивать пространство свободы, что уж говорить там про Украину и про Россию или Азербайджан и вовсе не будем говорить. Это вот потеря публичных пространств. И тогда, если это не публично, возникают такие стаи интеллектуалов, назовем, которые поедают друг друга, и черноротые дискуссии, которые вы можете увидеть в Украине, в России, в Беларуси, они сейчас тоже возникают. Вот этот принцип гашения друг друга, не диалога, да, антидиалога, он крайне силен. Он подпитывается, в том числе вот у нас это, войной. Кланы на этом тогда расцветают. Если в публичном секторе царит недоверие, нефективность, то моя личная преданность под определенной патрональной фигуре, она делает меня более успешным, защищенным, потому что у него будет и группа силовая под контролем, и медийная группа, которая меня прикроет, если нужно. И вот политический игрок, ориентируясь в мире, он понимает, зачем на партию делать ставку, зачем вкладывать деньги в работу с гражданами, в дебаты, в какую-то долговременную политику. Нет, стоит в компанию пустить деньги, выиграть один раз в интересах своих и того клана, с кем человек себя ассоциирует. Есть попытки сейчас, если мы в политике посмотрим, есть кандидаты, которые пытаются еще не играть в это. Но рано или поздно, особенно чем ближе к зиме, им придется договариваться с кланами, иначе они не будут проходить даже во второй тур. Не то, что говорить о победе. Тогда получается, что ситуация безнадежна, потому что Украина, которая нуждалась, если хотите, в такой европеизации, с точки зрения прав человека, свободы и так далее, не достигнув этого, то есть, когда достигаешь стран Европейского Союза, они достигли какого-то успеха, и когда откат, то это все-таки, ну, откат не намного, а у нас, получается, мы уже даже не зафиксировали какую-то небольшую победу, и сразу же откат. То есть, мы оказываемся в заведомо, ну, сложной ситуации. Да, мы в заведомо сложной ситуации, мы дезориентированы, мы фрагментированы. Политические лидеры могли бы отдать ответ на это, но вот пока что, да, ответа ни от кого из кандидатов особо я не вижу. Выбор — это важный момент, то, что сам факт непредсказуемости результатов выбора говорит, что вот этот демократический эффект революции, он еще есть. Но есть и сильная, сильная зависимость от больших каналов, большие каналы, телеканалы находятся в руках олигархов, как мы понимаем. Попытка внутреннего диалога все время гасится, разрывается политиками, скорее, на политику недоверия. Диалог во времена недоверия, взаимного недоверия невозможен. Когда я приезжаю в маленькие города, в маленькие общины, я вижу, что только базовые, очень консервативные вещи могут объединить людей вместе принимать решения. Очень важно смотреть, как происходят дискуссии, конкурсы сейчас в новообразованных общинах. Для меня это прямо новое поле для исследования. Я там слышу людей, вижу, как люди разных поколений начинают взаимодействовать, дискутировать, имея небольшие даже бюджеты. Они говорят, на что направить, на развитие чего. Это очень интересная лаборатория гражданского духа. Она есть. И в то же время в этих маленьких общинах уже возникают и свои олигархические кланы. Они возникли, наверное, в 90-е годы, местные такие элиты, семьи, которые пытаются использовать эти дебаты в своих интересах. Вы видите, как гражданский, клановый принцип политики даже есть в базовых единицах местных общин. Когда мы чуть поднимаемся на областной уровень, мы уже видим, что гражданский дух слабее, а клановый сильнее. На национальном уровне сейчас тот так называемый квотный принцип, он возродил скорее клановые политики, чем партийные, партийную борьбу. То, что нам не удалось за пять лет провести новый кодекс избирательный, задать правила ротации элит, говорит о нас очень плохо. Это было большое упущение. Децентрализация был шаг очень верный. Второй должен был обеспечить какой-то новый порядок смены элит. Этого не произошло. Элиты меняются по двум каналам через выборы и через карьеры. Карьеры идут и там негативный принцип селекции остается. Кланы подбирают под себя кадры, рассаживают их в силовые ведомства, в местное самоуправление, в центральные органы власти. И выборы, которые будут происходить по старым, судя по всему, по старым законам, по старым правилам, которые имеют очень сильную зависимость от того негативного опыта, который был и в десятом году, и на выборах в четырнадцатом. Здесь мы точно не сделали прогресс, рывок не произошел. Зачем же тогда ожидать, что отсутствие прогресса на уровне правил приведет к результату какому-то позитивному. Так что я в данном случае такой пессимист и надежду больше связываю с гражданскими движениями, с опытом и мудростью граждан, которые все-таки в момент принятия решения, за кого голосовать, будут думать, а не чувствовать. Не эмоции, а рацию. Насколько Украина, находясь в таком положении, с какой-то своей откатом к архаическим каким-то нормам самостоятельно в таких движениях, насколько влияет интерес из Запада и не только интересы, но и объективные события, происходящие на Западе, которые тоже по-своему разрознены, но и тоже своя история, и какие-то события, объективно происходящие в России. То есть мы-то зажаты, получается, между двумя какими-то такими, прямо скажем, гигантами, у каждого из которых своя история. Насколько мы в этом смысле... Существует ли у нас какая-то гарантия для самих себя, что нас не раздавят вот эти объективные обстоятельства, которые будут происходить в двух этих разных мирах? Гарантии нету. Точно. Можно сказать, что внешние игроки влияют на нас, но это влияние все-таки, мне кажется, по дискуссии среди ваших экспертов, когда я их слушаю, преувеличивают значение Запада или даже России. Мне кажется, с Россией вообще связи настолько разорваны, что там минимальное влияние. Оно структурное, скорее, вот занятая территория Крыма и Донбасса ограничивает нас структурно в своем суверенитете, так как центральное правительство не контролирует полную территорию признанной Украины. Вот российское влияние здесь ограничивается. Плюс возникли некоторые партии, которые подозреваются в связях с Кремлем. Западное влияние в разговоре с западными политиками, американцами, европейцами, они говорят о том, как невлиятельны они. Их опыт общения с украинскими постмайданами, элитами, это опыт, как они часто называют, интересный разговор, который не приводит к изменению действий, принятию решений, которые бы делали Украину более и более частью Европы. Это чувствует, видимо, и обыватель, население, которое голосует немного ногами. Евроинтеграция продолжается, но в основном за счет отъезда или выезда на долгое время за пределы Украины на Запад. Что усиливается в этих условиях? Усиливается вот этот дистопический момент самоизоляции, самостийники. Мне кажется, что основные игроки будут играть на поле самостийниц самоизоляции, где Европа, европейская интеграция будет таким каргокультовым словом, за которым ничего стоять не будет. Точно не верховенство права, точно не подотчетность гражданам, точно не рациональность политики, политики, которые призывают жителей умирать, уменьшают эмоции. Вот за договор, за углубленный договор об экономическом, свободной экономической зоне умирать бессмысленно. Это просто способ существования экономических акторов. Когда же мы пытаемся эмоции добавить в европейский выбор, а политика это апропо воля и эмоция, то мы теряем смысл европеизации и собственного политического пространства и объединения с Европой. Поэтому тут прагматизм нужен, и прагматизм будет вести нас совмещать с Европой. Но пока что эмоции и воля будут работать на тех, кто ведет к самоизоляции. Это очень удобно элитам быть изолированным и от Европы, естественно от России, и жить в этом закрытом уютном мирке, где меньшинства будут подавлены, где большинство будет жить в основном эмоциями, их будут отвлекать от насущных проблем, и вот будет существовать, поддерживать себя нелиберальный консервативный, национально-консервативный режим. Этот вариант самый возможный. есть и группы, которые ему противостоят. Если поговорить чуть более предметно о самоизоляции, то тут два важных вопроса. Первый, самоизоляция как способ объединить страну, потому что когда вы говорите самоизоляции, вы, наверное, говорите о том, что все-таки притеснение каких-то национальных меньшинств, а если нет, а если просто самоизоляция, потому что все-таки у нас сейчас большее количество людей, которые готовы идти в Европейский Союз. Но ведь война тоже многие точки расставила. Потому что когда мы ожидали, что часть населения ожидала, граждан ожидала, что чуть ли не войска НАТО сейчас войдут и защитят нас, что еще мы получим какую-то большую поддержку. То есть мы все время ожидали чего-то от Запада, потому что мы так долго стремились к Европейскому Союзу, что хотели что-то получить в ответ. И что-то осязаемое, не просто договор об ассоциации, его же, ну как его прочувствуешь? Никак, может быть потом, да, оно так есть. Но это сложно понять, прочувствовать это. И поэтому европеизация, мне кажется, что даже 10 лет назад она была более желаема, более, я не знаю, мы мечтали о ней, мы думали, что помните, как она придет, как светлая вера в будущее коммунизма, социализма, то есть это тоже была такая для нас светлая мечта. И вот за последние годы она же тоже поменялась. Да, она потухла. И вот самоизоляция, это тенденция только среди элит, которым, как вы сказали, комфортно, а может быть и даже среди народа. Населения, да, не только украинского, но посмотрите, что такое Brexit, это когда мечта об общей Европе погасла. И те, кто ее поддерживает, интеллектуалы оказались в меньшинстве, интеллектуалы, городское население. И вот сейчас, ну, если Британия может себе позволить откатиться, то я бы не считал, что Украина может себе позволять откатываться и позволять такие откаты. Мы должны интегрироваться с Европой, как бы это сложно не было. Да, какие бы структуры, какие бы структурные проблемы у нас не возникали. Но вот эта воля и эта эмоция, которая сегодня есть в политике, она не конструктивна в этом плане, она не ведет нас к Европе. И мечта, европейская мечта, помните, даже термин такой был, помню. Она перестала быть такой привлекательной, она не секси даже в самой Европе. Для многих молодых немцев, мои студенты в Германии, мои коллеги в Италии или в Британии, мне часто говорят, ну а почему вы так на евроинтеграцию уповали, вот откуда берется, это настолько иррационально. И мне стоит больших усилий заставить самих европейцев, особенно молодых, посмотреть на тот путь, который их общество, три поколения, прошли после Второй мировой войны и в каком мире они живут. И тогда они начинают, анализируя этот опыт длинный, даже с таким сверхусилием, они говорят, да, действительно, Европа стоит того, чтобы о ней мечтать. Но это не самая очевидная вещь. И значит, в Украине нужно больше усилий, сверхусилий прилагать для того, чтобы люди вернулись к европейскому порядку дня. но это вот сейчас, когда мы говорим, это скорее утопично, да, гораздо легче продать ненависть, подозрение и дальше думать только о, не знаю, своем кармане, о завтрашнем дне, о хлебе насущном, не думая о том, как жить вместе и как преодолеть вместе и те структурные проблемы, которые есть внутри страны, и которые вокруг нас. Насколько идея движения к Европе может быть сейчас в Украине популярна среди, скажем, Юго-Востока? Потому что если объективно посмотреть на ситуацию, то это люди, которые имеют непосредственное отношение к войне, то есть они совсем близко там. И многие из них, даже не признаваясь официально в вопросах, но в каких-то публичных, но вот один на один они говорят, а что нам дала эта европейская интеграция? То есть для них война иногда и европейская интеграция это знак равного. И вот в этом парадокс. И тогда, когда мы говорим, что давайте мы пойдем к европейским идеалам, вот я, например, с вами вас поддерживают полностью, но насколько сегодня украинское общество готово неформальное, не просто ради галочки, а по-настоящему почувствовать это как ценность. Ну, европейские ценности, если говорить об этих универсальных ценностях, которые воплощены в практике, я ведь не говорю об идеалах европейских, я говорю о европейских практиках. Идеалы, ладно, можно сомневаться и нужно сомневаться, а в практиках, в практиках управления, в практиках распределения и доступа к ресурсам. Вот эти практики должны быть внедрены, тогда оно одинаково будет играть в пользу Юго-Востока, Запада Украины. Дело в том, что у нас есть вера в то, что когда говорят о вот мы проевропейский настроенный регион или антиевропейский настроенный регион, на самом деле о европе, о европейских практиках речь даже не идет. Есть слово, которое чем-то наполняет. Один раздел из разделов моей книги посвящен тому, я делал опросы во время Майдана с активистами Майдана и с активистами Антимайдана, как они понимают эти слова Европа, Россия. Это были слова с утопическим значением, они нереалистичны. И для тех, и для других. Это могло быть утопическое или антиутопическое, но в зависимости от лагеря. Для евромайдановцев Европа означало позитивное значение, такое уникально позитивное. Для антимайдановцев такие признаки были у слова «Россия». Но это все скорее говорит о нас, а не о России и Европе. Мы внутри приписываем внешним игрокам какую-то сумму надежд, связанных с политикой. Политика как способ коллективного выживания. И мы не берем на себя вот взрослость определенную, а выносим вовне. В этом же инфантильный есть и порыв, когда мы войну переносим только на внешних игроков. Какие внутренние причины у этой войны? Или сейчас вы говорите о Юго-Востоке, но Юго-Восток и несет основные тяготы войны. Посмотрим на Днепропетровский, Днепропетровскую область, как наиболее такой регион затронутый войной. Не только Донецк, где проходит линия, но Днепропетровск, Днепропетровская область, где люди более всего патриотично настроены, лояльно настроены в этом военном противостоянии, в отличие от всей остальной Украины. Вот внутри Юго-Востока много внутренних делений, течений, их нужно чувствовать и понимать, но вот что общее пока что, судя по тем социологическим исследованиям, открытым и закрытым, которые я видел, Юго-Восток чувствует себя оттесненным, как лояльный Днепр, так и нелояльный Одесса или Харьков. Они по-своему самоизолируются, они окукливаются, как можно меньше пускать извне влияний, они воспринимаются как риски, и внутри мы можем стоять, договориться, вот внутри маленькой общины можно выжить. гражданский дух рождается все-таки с духа публичности и открытости, и вот этот тренд к самозакрытию, его нужно преодолевать, он в интересах национального строительства Украины. Как нам жить рядом с Россией, исходя из всех ваших исследований? Не знаю. Что делать-то? Хотел бы сказать, я бы посмотрел на всю Восточную Европу еще раз, и мы видим, как последние пять лет, больше даже, наверное, семь лет, растут бюджеты военные. То есть инвестиции в будущую войну, не только в настоящую, а в будущую, идут и увеличиваются с каждым днем. Инвестиции в инфраструктуру мира в нашем регионе, не проходят, нету. Это напоминает очень ситуацию перед Первой мировой войной и перед тем, что Тим Снайдер назвал кровавые земли. Вот эти кровавые земли между Берлином и Москвой это же эффект сверх насилия, такого длительного, в разных формах, в котором принимали участие над национальные игроки, национальные и субнациональные. Каждая община по-своему участвовала в взаимоистреблении. И это будут и геноциды, и демоциды, и этноциды, это будут голодоморы, будут разные типы действий, которые приводят к разные типы политического и экономического насилия. Вот повторим ли мы эти ошибки в 21 веке. Для меня это одна из задач, книгу этим заканчиваю, что мы пока смотрим в 20 век, особенно в начало 20 века, и берем оттуда модели национального строительства, но забываем, что вместе с тем мы переносим предпосылки для этой кровавых земель в наши новые политические проекты. Это нужно, конечно, остановить это самая большая проблема, которая может быть для нас всех. Да, и тут Россия, Москва, Кремль как игрок, важный игрок. Как остановить вот этот неоимпериализм российский, как создать инфраструктуру в нашем регионе, которая будет не только сдерживать, но и как-то вовлекать Россию в некие типы сотрудничества, которые не будут наносить вред нам, Украине в первую очередь, но это опасности для Белоруссии есть, для Грузии каждый день. Каким образом нам решить проблемы с сепаратистскими государствами, их шесть на данный момент, и вполне можно ожидать, что эта тенденция продлится. И вот на эти все вызовы только военные бюджеты, только военная инфраструктура, которая увеличивается у нас, она не ответит. Нужны инвестиции в дипломатические конференции, что-то вроде нового хельсинского процесса. Когда в начале 70-х переговоры в Хельсинке начинались, все игроки по мемуарам читаешь и видишь, никто даже малейшей надежды не допускает, что о чем-то договорятся. И вдруг это через несколько лет выстреливает. Вот эти коммуникационные, политические коммуникации в регионе нужно отлаживать и в них вкладывать определенные ресурсы, имея в виду и безопасность, безусловно, инфраструктуру безопасности, инфраструктуру коммуникации. Существует ли для Украины угроза оказаться не просто в самоизоляции, просто в самой настоящей изоляции, причем с двух сторон. Если посмотреть, что происходит с Россией, она уже зашла на нашу территорию, забрала часть нашей земель, но и, похоже, никуда уходить в ближайшее время не собирается. С другой стороны, Запад, который внешне делает вид, что он сильный, что он может как-то влиять на Россию, санкции принимаются, но, тем не менее, мы понимаем, что граница Европы для нас проходит по границе Украина-Польша. И там идут усиления, военные базы, возможно, появятся американские. Как бы все отлично. А мы получаемся так снова in between. Буферной зоной. Но мы даже уже теперь не просто буферная зона, потому что Россия уже у нас, она уже перестекла нашу восточную границу. И вот насколько существует опасность, что Украина вообще сведут в маргинез. То есть будет такая вся страна где-то между двумя крупными объединениями какими-то, потому что вряд ли Россия остановится в ближайший год-два. Так там непонятно. Потому что непонятно, вот Россия это Путин или Россия это просто Россия и она всегда Путин уйдет и останется ее вот это стремление расшириться до невозможности. Вот есть ли опасность и как нам избежать вот этой позиции, потому что мы можем, знаете, к чему свестись разговоры-то? Запад будет диктовать нам свои условия более открыто, может быть, чем Россия. Россия тоже будет диктовать нам свои условия, может быть, военным путем или какими-то кулуарными добиваются. уже диктует. И что? Тогда, возможно, какая-то самоизоляция, если хотите, может быть, решением этого вопроса или нет. Вот видите, сколько всего набросало вам? это вызовы, мы говорим о массе вызовов, на которые нужно давать адекватные ответы. Пока что адекватных ответов мы не сильно даем. Но вот создали армию, вот адекватный ответ, не так просто теперь дальше двигаться в Украину. Это цена для неоимпериализма России очень высокая будет. Вести агрессивную политику внешнюю, нарушать принцип неприкосновенности границ, санкционный режим бьет довольно сильно по элитам. Не забываем, что он очень адресный, этот режим. Когда вот его накладываешь, добавляешь все разные акты разных игроков ООН, США, Евросоюз, видишь, как все больше и больше ударов попадает очень адресно по людям, по олигархам, по кланам. Кланам очень больно, очень тяжело. Российским? Российским, да. Что, в общем-то, показывает определенную мудрость санкционного режима. Но это все равно пока еще недостаточно. И вот Украина самоизолированно точно не выживет. Будет слишком это неадекватный вызов. Нам нужно искать такую, принимать такие формы коллективной безопасности, в которой Украина надолго может быть обезопасена от любых внешних игроков. Но есть ли они в реальности? Я пока не вижу. я пессимистично настроен. Я вижу, что мы пока основные тенденции и в стране, и в регионе это тенденции, ведущие к повторению кровавых земель. Я скептик. Я в данном случае понимаю, что решить только украинскими силами проблему всей Восточной Европы невозможно. Но мы важная часть этого. Мы должны искать внутренний диалог, усиливать и становиться частью Европы в экономическом плане, в политическом и безопасности. Даже если Европа этого не хочет. С другой стороны, есть у меня претензия, не только у меня, я оглашу ряд претензий к Европе. Что им стоит сказать? Ребята, в перспективе вы станете членом Европейского Союза. Но зачем же без конца делать заявление, что ближайшие 25, ближайшие вообще неизвестно какое время, вы не станете членами Европейского Союза, вы не станете членами НАТО. И когда они это говорят, мы понимаем, что они говорят это для своего населения. Для своего избирателя. Для своего избирателя. Мы это понимаем. Но дело в том, что мы же тоже украинцы это слышим. И тогда мы задаем себе вопрос, а что тогда вы нам? Мы тогда и без вас выходить. Пока что я же говорю постоянно, внутренний национальный диалог и евроинтеграция это два типа коммуникационной политической работы, они должны идти параллельно. А на чем тогда можно построить этот наш национальный диалог? Я бы возвращался к той политической части ассоциации с Европой, которая и есть. Это построение сильного демократического правового государства. Вернуться к забытым терминам. Демократия, правовое государство, верховенство, право. Это обещание было, это подняло людей, граждан на неповиновение и оно забыто после того, как поменялась власть. Нужно возвращаться к тому, чтобы отстраивать Украину. Национальный проект должен быть. Это национальный, а не этнический, не конфессиональный, а общий, открытый, вовлекающий все украинское население в себя. Это возможно будет ответ и для донбассской проблемы, и для крымской проблемы. Нам нужно переиграть сильного игрока, Россию, империалиста, сильным национальным проектом. последний вопрос. Что будет с оккупированным Крымом, что будет с оккупированным Донбассом? Вы сейчас читаете лекции в Европе, вы смотрите на ситуацию, можете посмотреть на ситуацию немножко со стороны, немножко дистанцировавшись от этого. Мы часто говорим об этом, Минск не реализуем, но миротворство мы введем. Иногда у нас создаются впечатления, что у нас так много лозунгов каких-то. И все время хочется спросить, и что? Ну и дальше что? И чего мы добились? И в результате почему-то все время скатываешься только к тому, что армию мы действительно создали. Как бы по большому счету и все. И вот в этой ситуации, в которой сейчас Украина оказалась, вот вам как философу, как кажется, как нам и вообще сможем ли мы в ближайшее время вернуть наших граждан, которые оказались на этих территориях, и вернуть наши территории в конце концов? Если мы посмотрим, пока что сеть непризнанных государств, она только растет. Как ни странно. Они, конечно, очень зависят от государства спонсора. В пяти случаях из шести это Россия. Это спонсор экономический, это спонсор суверенности, они делятся и политическими ресурсами со своими клиентами, и они как бы подвешивают все основные вот эти государства, которые колеблется между свободой и несвободой, Украина, Грузия, Молдова, постоянно. И вот это напряжение, оно показало себя в 90-е и в 2000-е как выгодный инструмент для кремлевской политики. Нужно понимать, что вот это мерцание непризнанных государств может и дальше существовать. Оно стратегически ограничивает нас, Грузию, Молдову в будущем развитии. И для нас тогда дать ответ на сепаратизм это крайне важно. Но дать на него реальный ответ может только гражданская нация. Мультикультурная, многоязыкая, многоконфессиональная, а не закрытая. Вот сейчас есть это четкое противоречие между тем, что может реально решать проблему, когда сильная армия и сильная гражданская нация могут дать ответ на вызов. А вместо этого мы видим слабую этнополитическую идею, которая пытается балансировать на грани выживания самоизоляции страны. Украина имеет будущее как единое государство, единый народ, только будучи общей многонациональной, многокультурной единицей и с перспективой европейского объединения. Ну и все-таки не могу не задать последний вопрос, обещаю последний. А гражданское общество, вы знаете, так много говорено об этом, вот это приблизительно можно связать, знаете, в свое время была демократизация, потом гласность у нас было очень популярно, потом стала очень популярна антикоррупционная борьба, потом очень популярна термина гражданское общество, было много гражданских активистов, и действительно это же не глупые, талантливые, молодые люди, иногда не молодые, но просто талантливые, активные, и казалось бы после Майдана да столько можно было тут, я не знаю, ну просто страну построить с нуля, а нет, вот это насколько гражданское общество в Украине является выражением желания, ожиданий, чаяний украинских граждан, насколько оно не является таким, помните, как декабристы, да, что они слишком далеки они от народа вот как-то ну тут подождите, вы правы в том, что есть вот эти лозунговые слова, да, и лозунгом является гражданское общество приобрело это технический или философский или социологический термин, поделитологический термин, который вдруг у нас приобрел там значение, когда мы говорим гражданское общество, особенно в Киеве, это вот это энджиократия, да, на самом деле это группа организаций, которые перераспределяют на себя определенные ресурсы, как правило внешне приходящие извне, и даже создала вот эту медийную картину грантоедов, отвратительное слово, как по мне, у НЖО, у гражданских организаций, таких больших, центральных, есть хорошая, есть хороший опыт, они очень важны, группа честна, или опора, или многие другие, вот старые организации, которые выражают один определенный интерес, честные выборы, это интерес каждого гражданина, живет он во Львове или в Запорожье, это общий наш интерес, это гражданский, это тогда действующее гражданское общество. Если же мы говорим о каких-то структурах, которые перераспределяют финансы и пытаются влиять на политику и даже на силовую политику, тогда эти организации лишь по регистрации являются гражданскими, они входят на территорию политики, они становятся вот этими квазиполитическими игроками и они крайне опасны тогда. У гражданского общества есть своя сфера интересов, она не должна переходить в политику, она должна отвечать за канализацию, набор интересов и предъявление этих интересов на национальном и местном уровне. Как только линия разграничения пересекается, гражданское общество становится негражданским, оно разрушает единство системы политическое общество, экономическое общество и гражданское. И еще есть один эффект, гражданское общество как панацея часто воспринималось, особенно в 90-е, в начале 2000-х, но сегодня гражданское общество не только в Украине, но и во многих других странах, в том числе в Польше и Венгрии, это источник и либеральных националистических тенденций, консервативных тенденций. И эти гражданские организации организуются уже тогда под таким новым принципом. И видно, как закат Восточной Европы происходит при очень большом участии не только политических элит, но и гражданских организаций. Михаил, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня гостем нашего прямого эфира. Я с удовольствием, признаюсь честно, даже не отдала вам, поддержала книги. Я хочу напомнить и поздравить вас с двумя книгами, которые вышли. Я думаю, что так, а где перевода нет? Или где же их почитать-то? Очень хочется, Михаил. Надеюсь, заинтересованные люди смогут и прочитать, и покритиковать, и войти в дискуссию. Спасибо. Михаил Минаков, философ, был сегодня у нас в гостях, а вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это Уководители. Продолжение следует...